Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотела рассказать вам о том, как еще уменьшить талию, но уже благодаря не питанию и не физической нагрузке, а очень простому мероприятию – реконструкции осанки. Посмотрите, пожалуйста, на меня. Как вам моя талия? Это все в себя называется. Ну, в общем, вроде бы есть. А теперь я потеряла бдительность. Как я вам, девушки? Я, конечно, могу описать большое количество изменений, которые происходят, начиная с овала лица, заканчивая всем остальным. Но вот это, вот это то, как мы обычно себя ведем дома. На нас никто не смотрит, мы не попадаем в зеркало, понимаете? Вот, это очень серьезные изменения. Смотрите, ну, давайте расскажу. Стоит втопить зону декольте немножко внутрь, сразу плечи идут вперед, сразу горб. Вот, посмотрите, вот, сразу вываливается живот. У меня вроде бы не было живота. Слушайте, откуда он появился? И обвисает грудь. Ну, вообще нехорошо. Я уже молчу о том, что шея идет под углом 45 градусов в горизонту, и тут возникает такая балябуха, с которой сразу хочется… Увидел и быстренько побежал ставить какие-то золотые нити. Ребята, ну, мы можем все это сделать с вами иначе. Просто, ну, где-то может быть контроль, да? Где-то контроль. Доставайте зону декольте. Достали зону декольте, сразу развернулись ваши плечики, сразу грудь появилась. И здесь достаточно, ну, представляете, вот так вот талия или вот такая длинная талия. Вы можете померить талию в плохой осанке, и вы можете померить талию в хорошей осанке. И вы получите минус 2, а иногда даже 3 сантиметра. Так хитрить не надо. Мы с вами работаем честно, да? Но в целом, пожалуйста, следите. Как следить? Берем серебряную нить себе делаем, берем волосики из своей макушки и тащим себе со всей дури вверх. Вырывать волосы не надо, но вы сейчас поймете. Если вы хотите сохранить это состояние, то вам нужно тянуться макушкой вверх. Вот тянуться макушкой вверх. И вот старайтесь всегда ею тянуться вверх. Тут же положите себе на плечики по 2 коромысла. Тут коромысла, и тут коромысла, и там по 2 ведра воды. И плечики идут вниз. Макушка вверх, плечи вниз. Посмотрите, какое натяжение, и сразу же вот пропадает. Я вижу большое количество оптимальных людей, людей в оптимальном весе, которые только благодаря вот этой осанке, они не смотрятся, они не выглядят, на них не смотрятся платья, на мужчинах не смотрятся рубашки, понимаете? Это просто глобально на самом деле. Так? Сделали раз, плечики два, и между лопаток зажали орешек. Называется упражнение «Три орешка для золушки». Вот. Раз, два и три. Хорошо? Вот и в таком состоянии ходим, ходим, моем посуду в таком состоянии и так далее. Что сделать, чтобы запомнить? Вы можете себе взять полиэтиленовый мешочек, который не порвется, плотненький такой, и туда килограмм гречки, и положить это все дело на макушку. Потому что если вы положите сюда, допустим, ну, не знаю, книгу, увеситую книгу, она вечно будет соскальзывать, а килограмм гречки не будет соскальзывать. И вот с этим килограммом гречки вы можете делать все-все-все-все по дому. И вообще замечательно. Будете забывать, будете выходить с ней. И еще. Бабушка меня моя научила. Вот. Пяточки прижимаем без плинтуса к, ну, или к двери, или к стене, там, где нет плинтуса. Икроножные мышцы попу. И кладем обе лопатки и затылок. Вот. Это ваш камертон. Вы так можете выстроиться. Талия будет шикарная, шикарная, грудь высокая, овал лица, ням-ням-ням-ням. И вот так вот пошли, пошли. Что делать? Украшать этот мир. До новых встреч. До новых встреч.